Продолжение следует... 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 Очень красиво смотрится, если его сверху чуть-чуть-чуть припудрить. То есть слой пудры поверх даст еще легкое покрытие. И лицо выглядит действительно максимально свежим, максимально натуральный эффект. Никакой стянутости, шелушение, кстати, тоже не подчеркивает. Никакой стянутости. По ощущениям лицо голое, без каких-либо средств. Очень комфортное. На самом деле я уже встречала подобное средство, когда сам продукт белого цвета, там тональная основа или BB-CC крем. И там есть вот эти разноцветные гранги. Но среди бюджетной косметики я такого не встречала никогда. Поэтому, честно говоря, я сильно удивилась. Понятно, что мы с вами разные, кожа разная, и наши предпочтения разные. Но так как я сегодня делюсь исключительно своими впечатлениями, для меня на данный момент в моей жизни вот именно такое покрытие является абсолютно идеальным. Когда особо нечего маскировать. Кстати, если есть что маскировать, можно применять его, а поверх какой-то консилер точечно, как вариант. Для меня сейчас это абсолютно идеальное покрытие. Неощутимо, комфортно, красиво и максимально естественно. Следующее, что из новой коллекции хотелось бы вам показать, это мицеллярные диски для снятия макияжа. Здесь в упаковке 32 штуки. Здесь такие, знаете, по форме стандартные ватные диски, скажем так, которые пропитаны мицеллярной водой, то есть составом, который призван удалять макияж с кожи лица. На самом деле эти салфетки прекрасно с этим справляются. Лично мне кожу не щипет, нет никакого раздражения, покраснений. Не щипет кожу вокруг глаз. Но если вот этот вот состав в глаза попадает, то пощипывать может. А попасть в глаза может. Потому что вот эти диски настолько пропитаны средством, их просто реально вот выжимать можно. То есть там явно средства не пожалели. Вот, поэтому перед тем, как убирать макияж с глаз, я даже, честно говоря, просто беру вот этот диск и немножечко его так прижимаю слегка, чтобы излишки мицеллярной воды, вот этой вот жидкости, которая пропитана диске, ну, стало ее немножечко поменьше. Вот, а так, в принципе, дома я не знаю, но в дороге очень удобно, чтобы не брать вот эти банки с мицеллярными водами, ватные диски отдельно. То есть вот маленькая баночка кину очень-очень удобно в поездках. Ну и давайте покажу, как эти мицеллярные диски снимают разную косметику, такую как помады, карандаши и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, просто это будет максимально наглядно и понятно, учитывая то, что с кожи руки, ну, по крайней мере, у меня, вся косметика стирается очень долго, значительно дольше и труднее, чем с лица. Дальше, что я хотела бы вам показать, гиалуроновый праймер для лица, многофункциональная основа под макияж. Эта основа подготавливает кожу к нанесению макияжа, выравнивает тон и рельеф кожи, тональная основа легко наносится на кожу, ее требуется меньше, праймер позволяет улучшить качество нанесения макияжа, сделать ее более стойким. Гиалуроновая кислота в составе бережно ухаживает за кожей, увлажняет и питает ее. Здесь у нас объем 50 мл, баночка такая увесистая, с дозатором. Очень, кстати говоря, приятный праймер, что касается ощущений. Он довольно плотненький, способен сам по себе увлажнить кожу, даже если она у вас сухая, и вы не пользовались увлажняющим кремом с утра после умывания. Достаточно при этом быстро впитывается, какое-то время как слой ощущается на коже, но нет жирного блеска, и ощущение вообще вот какого-то слоя вот этого пропадает, ну, спустя, может быть, там, я не знаю, там, 3-5 минут. Дарит матовый эффект, немного маскирует визуально поры, то есть кожа становится более ровной. Я уже рассказывала тысячу раз, у меня вот в этих местах есть расширенные поры, и именно на эти места на своем лице я ориентируюсь, тестируя подобные средства. Ну, в общем, да, есть эффект такой выравнивания, есть эффект более гладкой кожи. Он, на самом деле, очень приятен во всех отношениях. Нанесение, очень хорошее, кстати, нанесение, нет каких-то, знаете, разводов, или каких-то вот здесь вот мало нанеслось, тут много, он очень равномерно, хорошо, качественно распределяется по коже. Поэтому кто ищет увлажняющий праймер, который практически не ощущается на лице, на который хорошо наносится основа, и еще и выполняющий функцию некого такого увлажнения, обратите внимание, средство бюджетное, качество, на мой взгляд, прям крайне неплохое. И еще одно средство из этой линейки, новой линейки, многофункциональный хайлайтер для лица и тела, в оттенке номер 01. Интересная такая коробочка, вроде бы простенькая, но необычная, то есть, ну, честно говоря, я не встречала еще косметику в таких упаковках. Средство бюджетное, и в принципе приятно, что у бюджетного средства есть еще и дополнительная упаковочка. Здесь, кстати, вот в эти средства, о которых еще тоже пойдет дальше речь, вложены вот такие вот брошюрки, здесь советы от визажистов, на другой стороне написано, мы прислушиваемся к тебе, и тоже кратенькое такое описание. Во-первых, он идеален, в принципе, если использовать как самостоятельный продукт, как хайлайтер, то есть наносить на скулы, там чуть-чуть на нос и так далее. Эффект такой довольно легкий, при растушевывании, распределении, то есть такого сияния прям на три квартала не будет. Это реально такой вот повседневный какой-то легенький эффект сияния, подсвечивания изнутри. Здесь нету блесток, то есть их не видно. Это именно вот такое вот сияние изнутри. Очень мне понравился этот хайлайтер в качестве дополнительного средства к крему для тела. То есть, например, если я наношу на кожу шеи крем, чуть-чуть, буквально каплю хайлайтера, и такой, знаете, получается эффект вот холеный такой ухоженный кожи. Совсем недавно кто-то меня спрашивал, чтобы такого добавить в тональную основу, в матовую тональную основу, чтобы вроде бы кожа была и матовая, но вместе с этим такая подсвеченная, здоровая. Совершенно идеальная для этих целей средство. Благодаря тому, что здесь в составе нету блесток. То есть, если сделать такой микс из тональной основы и вот этого хайлайтера, лицо реально будет выглядеть очень холеным, очень ухоженным, красивым. Особенно, если падает вот какой-то источник света. И также, кстати, можно добавить буквально чуть-чуть, буквально капельку в крем для рук. И тогда руки тоже становятся такие, знаете, прям вот, ну прям красиво, вот красиво. То есть, на мой взгляд, это не просто вот какой-то хайлайтер для лица и тела. Это реально многофункциональное средство, которое можно и в тональной основе, и просто в крем. В общем, куда угодно для того, чтобы кожа выглядела сияющей, здоровой и очень красивой. Продукт очень качественный. Удивлена, что он стоит настолько недорого, потому что, на мой взгляд, цену он свою оправдывает с лихвой. Единственный такой момент, если наносить на скулы куда-то на лицо, то есть не разбавляясь тональной основой или с обычным кремом, то распределять по коже его нужно очень быстро, потому что, когда он начинает схватываться на лице, он может потянуть за собой тональный крем, если он у вас нанесен. Поэтому буквально нанесли и сразу-сразу растушевали. Желательно растушевывать пальчиками. Это дает возможность продлить время его застывания, потому что под пальчиками все-таки продукты более пластичные и лучше распределяются. Итак, а теперь мы с вами переходим к следующему. Это тинты. Какие-то тинты предназначены для губ, щек и глаз. Какие-то тинты предназначены только для губ и глаз. Но в целом это такие функциональные средства, которые, по сути, если у вас есть фантазии и воображения, можно использовать как угодно. О них также расскажу очень подробно. Какие-то мне понравились больше, какие-то меньше. Качество у них разное и зависит от пигмента, от цвета. Потому что, например, насколько я обращала внимание на ту или иную косметику, это касается и помад, это касается и теней. Как правило, качество этих продуктов полностью зависит от пигмента. Например, желтый пигмент, он всегда был очень сложный. Очень сложный, зачастую выглядел таким меловым. И здесь, кстати, ситуация точно такая же. Мы не будем забегать вперед. Давайте начнем, наверное, с трех тинтов, которые предназначены для губ и глаз. Сейчас многофункциональный тинт для губ и глаз, для ярких акцентов в макияже у меня в трех оттенках. Номер 02, 03 и 04. Как вы видите, имеют точно такие же коробочки. И мы их открываем, видим, в общем-то, сам продукт. Вот таким образом. Ну, тоже здесь вот были вот такие вот вложения. Ну и давайте, наверное, начнем с оттенка номер 02. Оттенок номер 02, тинт под номером 02, отличается от всех остальных. И это вот в полной мере прям такой классический тинт. Даже я бы так сказала. Классический корейский тинт. Для глаз использование этого продукта лично для меня, в оттенке номер 02, лично для меня не идеально, потому что имеет эффект глянца, эффект влажной кожи. Соответственно, на глазах это может все западать в складку, потому что этот продукт очень долго не становится матовым. И вот этот вот влажный эффект для глаз, ну, не совсем идеален, если только вы потом не наносите сверху какие-то сухие тени, каким-то образом закрепляете. В общем, сам по себе для глаз продукт не идеальный. А вот что касается губ, это потрясающее средство, которое способно скрыть какие-то шелушения на губах, не западает в складочки, наоборот, он их визуально выравнивает за счет вот этой вот какой-то такой, знаете, вот мокрой текстуры. Кстати, когда вот этот вот слой первый обо что-то стирается, там вы поели, попили и так далее, или просто промокнули губы в бумагу, остается тинт. То есть в полной мере тинт это то средство, которое впитывается в губы. То есть именно это средство губы тинтует. И вот этот тинт на губах остается достаточно долго. Он, конечно, там не переживет что-то глобальное, шашлыки там или вот это вот. Все его надо поправлять, но стойкость у него очень хорошая. Кроме того, оттенком номер 02 очень круто делать эффект такой, знаете, зацелованных губ или макияж в корейском стиле, когда они губы вот рядом со слизистой прорабатывают, а все губы не покрывают средство. То есть вот прям пальчиком наносишь, и эффект такой прям вот девичьих ярких губ. Для губ супер, для глаз ну такой под вопросом средство. Так, следующий оттенок, который мы разберем с вами, это номер 03. И здесь, между прочим, обратите внимание, фиолетовая коробка, соответственно, тинт будет фиолетовым. Желтая коробка, соответственно, тинт будет желтым. Очень удобно. Итак, оттенок номер 03, он такой сиренево-фиолетовый. Он менее пигментирован, чем оттенок, о котором мы вот сейчас с вами говорили, оттенок номер 02. И по качеству, и по текстуре он очень сильно отличается. Вот в этом случае тинт больше похож не на такой классический тинт, а больше, знаете, как вот такой бархатный крем. Он менее стойкий, чем предыдущий. То есть он абсолютно легко удаляется, там, влажной салфеткой удалится без остатка, и губы не тинтуют. То есть вы верхний слой стираете, и все, его на губах не остается. Здесь не такая жирная консистенция, поэтому, в принципе, при нанесении пальцем можно использовать и на веки тоже. Но закрепить все равно чем-то, вот там, пудрой или тенями все-таки все равно желательно. Кстати, лучше наносится на сухое веко, на пудру. Что касается губ, если у вас слишком яркий пигмент собственных губ, с первого слоя может этот пигмент не перекрыть. Если говорить про губы и глаза, то абсолютно не ощущается на коже. То есть в этом плане все довольно комфортно. Ну и, как я уже говорила, есть несколько оттенков, которые в косметике пигментов, которые, в принципе, очень сложны для того, чтобы сделать продукт совершенно идеальным. И тинт в оттенке номер 03 на губах, если присмотреться, выглядит не идеально ровно, не так, как оттенок номер 02. То есть он уже где-то может там и в складочке забиться, и вот что-то такое. Ну, полностью зависит от состояния кожи. И тинт для глаз и губ в оттенке номер 04, на мой взгляд, по качеству, самый неудачный из тех, о которых еще не пойдет речь, или уже о которых я говорила. Итак, оттенок номер 04 желтый. Мало того, что здесь пигмент не плотный, то есть губы просвечивают даже мои светлые. Прям просвечивает, нужно два слоя. Более того, может забиваться в складки, выглядеть неравномерно, и в течение носки может по губам неравномерно скатываться. То есть, знаете, такой по губам мигрирует. То в одну часть, то в другую. Приходит с пальцем постоянно какие-то манипуляции совершать. Если говорить про нанесение на кожу век, то может забиваться в складку. То есть, если нанести и начать жить, как говорится, то потом с удивлением нарушит, закрыл глаза, а у тебя пигментик собрался в складочку. Ну, еще раз повторюсь, желтый пигмент довольно сложный, и поэтому он и сложный на самом деле в этом продукте. А теперь мы переходим с вами к моей безусловной любви. И в тысячный раз повторюсь, что мы все с вами разные, но это то, что по своему опыту я могла бы посоветовать, хотя бы попробовать. Вот прям со спокойной душой, с чистым сердцем, и этими штуковинами я пользуюсь в своей повседневной жизни, вне зависимости от того, что я еще тестирую. Кстати, один из продуктов, о котором именно сейчас и пойдет речь, сегодня на моих губах. Это многофункциональный тинт для губ, и в данном случае уже и для щек, и также для глаз, для базового макияжа, в оттенке номер 01. Что касается коробочек и наполнения, все то же самое. Маленькая такая баночка, флакончик. Здесь 12 грамм, бархатная текстура, прям вот бархатная. Очень похоже на жидкую, матовую, вот такую бархатистую помаду. И в нанесении, кстати, тоже. Здесь флакончики такие имеют вот такой носик, поэтому при нанесении, либо мы выдавливаем на палец, наносим, у кого губы пухлые, вполне такое нанесение считаю идеальным, но если губы, как у меня, тоненькие, то придется воспользоваться все-таки кисточкой, потому что, знаете, вот я просто пальцем вот не попадаю вот в то, что вот как бы названо губами на моем лице, поэтому кисточка. Текстура плотная, бархатная, на губах не скатывается в течение дня. Я вот сейчас сижу уже после нанесения, прошло часа два, никуда не забилась, никуда не скаталась, не образовала полоску на стыке слизистой и самих губ. Комфортно, практически не ощущаю, можно наслаивать. Пигмент собственных губ будет не то что просвечивать, но вот так светлым оттенком ляжет только, если у вас собственные губы очень-очень блеклые, такие как у меня. Если пигмент собственных губ яркий, то, соответственно, выглядит будет не совсем так, будет, ну, значительно темнее. Настолько нежный, вот на мой взгляд, это такой нежнейший-нежнейший, какой-то персиково-розовый нют. И, знаете, такое ощущение, как будто вот на губах вроде бы что-то есть, и как будто такой свеженький, но вот прям цвета, чего-то такого явного нет. Для губ совершенно идеально, не стягивает, не сушит. Я вот, например, сижу, вообще не ощущаю, что у меня на губах что-то есть. Блеска нет, эффект бархатисто-матовый, стойкость средняя. Если ничего не есть, держится очень долго. Если что-то поесть, можно прям чуть-чуть набрать пальчиком, где-то что-то обновить, вообще, ну, наслаивание, вот это все, вот проблем никаких. Что касается щек, идеальные кремовые румяна, которые держатся в течение всего дня, если закрепить сверху тончайшим слоем пудры, просто весь день, вот просто весь день. Причем эффект такой, вот вроде румянец есть, но его как бы нет, и вот что-то такое легенькое, что-то такое естественное, красивое, потрясающее. Можно наслаивать, кстати, на щеке, и будет эффект, ну, более заметный. Но для меня прям одной полу-полу-полу-полу-капельки раз распределилась прям красота. Причем многофункциональность в этом случае радует, потому что если нанести, например, на щеки, на губы и немного на глаза, то весь макияж будет очень красивым, в единой гамме, очень сбалансированным. Также этот тинт очень неплохо держится и наносится на кожу век, но тоже только пальцем, потому что кистью мне не очень понравилась, а пальчиком прям классно, чуть-чуть, и вот с бивающими такими движениями кожа у меня сухая, держится на веках у меня долго, не знаю, как держится на жирной коже и скатывается ли. Именно с этим оттенком и с этим тинтом проблем у меня не возникла любовь. И, как вы уже поняли, именно этот тинт сегодня на моих губах. И следующий тинт, и это последнее средство на данное видео, тинт тоже многофункциональный для базового макияжа, для губ, щек и глаз, в оттенке номер 04. Тут оттенок значительно более яркий, чем предыдущий. И он идеален для губ, идеален для губ, но на моей светлой коже, если говорить о нанесении на щеки, это слишком ярко, слишком ярко. Это прям, знаете, вот одни щеки заходят. И тут очень сложно добиться такого естественного эффекта, набрать на палец настолько минимальное количество. И мне кажется, его тоже было бы неплохо с чем-нибудь или смешивать, или потом хорошо-хорошо припудривать, чтобы, знаете, эффект был такого румянца изнутри. Потому что если его просто отдельно наносить на щеки, то приходится очень долго растушевывать, для того, чтобы эффект был более-менее натуральным. Если у вас кожа значительно темнее, возможно, в качестве румяна вам больше подойдет именно вот этот оттенок номер 04. Потому что если вы более загорелая барышня, может быть, оттенок под номером 01 на вас будет смотреться не так красиво, как на мне, и, возможно, его даже будет не слишком видно. То есть, знаете, такой, вот этот для белоснежек, а вот этот для более смуглых девчонок, женщин и так далее. В общем, вот эти вот два средства, универсальные для глаз, щек и губ, мне очень понравились. Да, кстати, вот эти средства еще можно, знаете, точечно на глаза наносить, когда уже макияж полностью готов, взять капельку, и вот сюда вот, к ресничному краю, вот буквально так, знаете, капельку. И тогда глазки будут прям свеженькие-свеженькие. Такой секрет визажистов. Можно поставить точку либо вот сюда, либо к ресницам. Ну, вот эти средства для этого идеально подходят. И опять-таки, макияж в общем будет выглядеть более сбалансированным и в одной гамме. Этот российский бренд, Shades of You, для меня новый. То есть, я ранее о нем ничего не слышала, не знала и не видела обзоров. На самом деле, это очень приятное для меня знакомство. Некоторые продукты стали прям, ну вот, бюджетным открытием. Это то, что можно запросто рекомендовать вам и подругам с чистой совестью, как говорится. Если у какой-то косметики были свои нюансы, недочеты, я вам сегодня абсолютно честно обо всем рассказала. Ну, а в целом, конечно же, вы смогли увидеть, как косметика наносится, как она выглядит, так далее, так далее. Оцените ее универсальность. Подойдет она вам, не подойдет. И я на самом деле, очень надеюсь на то, что это видео было для вас полезным, что у меня получилось показать все максимально подробно. Косметика продается на Wildberries, на Озон. Я всегда покупаю, что-то заказываю, смотрю какие-то новинки на Wildberries. Мне эта площадка как-то удобнее, тем более у меня тут пункт самовывоза Wildberries не так далеко, поэтому я все туда. Но кто предпочитает Озон, там тоже представлена эта косметика. На этом, пожалуй, все. Я хотела бы сказать вам огромное спасибо за ваше внимание, за ваши комментарии. И я надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. И на сегодня все. Пока.